Добрый вечер, леди и джентльмены! Пауза на матче сборных, ну и конкретно сборной России вовсе не говорит о том, что в нашей стране нету клубного футбола. Мэл Бетт, первая лига, также известная как лучшая лига мира, выходит на финишную прямую своего первого этапа. С матча у нас стартовал, давайте составчики быстренько по ним пробежимся. Нефтехимия, Книжникамск, традиционная расцветка, домашняя форма, зелено-черная у коллектива из Татарстана. Денис Бояринцев много чего повидает, но вот теперь пытается покорить высоты первой лиги вместе с Саратовым. Удар по воротам и интересный очень эпизод. У ворот Сокола опасны, это во-первых, ну это очевидно. Мотивированность соперника заставляет саратовский клуб очень низким блоком играть и большим количеством футболистов в своей штрафной площади обороняться. Но правда это не очень-то и помогает Соколу на первых минутах. Еще один опасный момент у ворот саратовского коллектива. На сей раз удар по воротам был нанесен и на сей раз не было положения вне игры. Но тут ведь еще и персоналия в данном случае. Ох, какой момент у ворот Сокола. Мяч уходит за пределы поля, коснулся его Петр Косаревский. Нет, не коснулся по всей видимости, но наверное могло бы быть и больше, с учетом того, что конечно большую часть времени команда в атаке проводит. И по сравнению со своим соперником с чужой половиной поля практически не вылазит. Сокол. А вот это очень интересно, но ничего себе. Не добирается до мяча Владислав Морозов. Буквально шажочка центральному нападающему не хватило. Все игроки вышли в группу атаки. Вот сейчас как раз Кокоев на Джамилова. Джамилов, это голевой момент. Нужно было попадать в дальний угол семерки. Нефтехимик. Ну вот, что касается очных противостояний. Часто и густо бывает такой удар поворотом. Вот только боковыми нужно темно. Получите, распишитесь. Сасин смещается в центр. Передача на Мальцева. Неудачная атак вообще Мальцев касание бить мог. Вот сейчас удар поворотом мы увидели. Правда, до вратаря и до ворот мяч не дошел. Емельян. Да. Мне кажется, что так оно и есть. А вот какой удар от Галиулина. Капитан нефтехимика. Здесь чуть было не воспользовался он замешательством. Победа, три ничья, одно поражение. У Сокола в Нижнекамске. Это довольно неплохо. Джамилов под удар Кокоеву. Кокоев вбил, безусловно, в дальний угол. Не очень здорово получился этот удар. Какой же молодец Гудков. Даже уже лежа, да. Вроде бы казалось, проиграл уже этот эпизод. 66 номер. Но нет. Глаз с мяча не спустил. Кокоев удар поворотом. Но вот и Петр Косаревский на сей раз спасает свою команду. Какое. Два хороших эпизода у этого футболиста за последние пять минут. Удар по вороту Максим Шуркин. Комбинация такая, отточенная, отработанная была у нефтехимика. И скорее всего туда, надалее. Ох, какой момент! Ох, какой момент! Это гол! И что? Или это не гол? Или это не гол? Нет, это не гол, друзья. Это положение вне игры. И два лучших бомбардира в этом сезоне у Сокола. Это и Бабаев и Морозов. О, какой момент у Базилюка! 0-0. Давайте мы, друзья, с вами гулянем, что там с точки зрения турнирной таблицы-то у нас получается. Получается следующее. Нефтехимик на 13-й строчке остается. А Сокол опускается вот прямо сейчас в режиме онлайн на 15-ю строчку. Всего лишь два очка до Волгаря Астраханского, который снова в зоне вылета. Нефтехимик Сокол. 0-0. Максим Лисовой вместе с вами следил за развитием событий в этой встрече. Коллегам респект за проделанную работу. Вам, друзья, огромное спасибо за внимание. Конечно.